Девушки отдыхают Это не первая жалоба на тебя Не дай бог еще одна жалоба на тебя поступит Я тебя не только с дела сниму Я тебя погон лишу, ты меня понял? Убийство Двойное на живое Жертва была убита у себя дома Есть подозреваемые Сакура Баш Твои охры стоят Да там Видеозапись нужно понять Менты пацана хотят подставить Одного Когда было? Так Девятого Девятого числа Все братуха от души Не, не, ничего не надо Нормально все, есть все Давай, давай братан Звони своему адвокату Или кто там за тебя педалит Сегодня или завтра записи будут А что там, камеры работали что ли? Ну да Это банальная отмазка Так что звонил Начальнику охранного агентства Его пацаны почти во всех заведениях стоят Так что записи будут Алло, сынок Что ты говоришь? Я говорю тебе, да тут запись камер Когда была драка Кто даст? Охранники заведения Я, короче, нашел выход на них Поэтому съезди к ним И как приедешь, скажи, что ты от Джараса Какой ты молодец Прямо сейчас у меня встреча Как только она закончится Я сразу поеду туда Береги себя, мой хороший Молодец Ассалам алейкум Алейкум ассалам Сергей Боу Вы отец Баян, правильно? Да Что-нибудь будете? Чай, кофе? Может, пообедаете? Нет, спасибо Мне водички достаточно будет Сергей Боу Расскажите, пожалуйста Что произошло в тот день? Со слов следователя Примерно недели две назад В тот роковой вечер Моя дочка с мужем были дома В какой-то момент они начали ругаться Как впоследствии выяснилось Что они часто ругались Она ее в чем-то обвиняла Толкала Ругала его Он не выдержал И Очень сильно толкнул ее Она взяла со стола нож Начала угрожать ему Завязалась борьба Он пытался забрать ее нож Но в какой-то момент Она нанесла ему удар в область груди Можь упал Она в состоянии шока Испуга Не знала, что делать И вытащила Из стола Еще один нож Ну и подумала, что Лучше ей порезать себе руки Чтобы ее Не обвинили в убийстве Конечно же Версия Об убийстве Очень подозрительная Я сомневаюсь Что моя дочь Способна на такое Скажите Раньше у нее бывали конфликты? Я не знаю Она нам ничего не рассказывала Но бывали дни, что Она и месяц к нам не приезжала И что творилось тогда там? Официальная версия Базируется на показаниях Домработницы, так? А? Да В каком районе Находится дело? В самом департаменте полиции О! И кто его ведет? Следователь Исаев Дастан Да ладно Вы его знаете? Да И довольно хорошо Угу Все хорошо Давай Спасибо В общем, ага Сторона вашей бывшей невестки Нового адвоката наняли Я уверен Сейчас он Заново начнет все улики искать Допрашивать всех Поэтому вам надо будет Встретиться с той Домработницей И сказать Чтоб она те же самые показания дала А что у нее там Адвокат? Сильный что ли? Пока еще не знаю Ну Вы же говорите Что у ваших Удалар денег немерено Поэтому там По-любому Серьезный адвокат будет Какая разница Какой адвокат Эта дура моего сына зарезала Она убила его За это она по-любому Серьезный адвокат Если там будет Топовый адвокат Он сможет это дело сломать Тем более Ваш сын Избивал же ее при жизни Он и в тот вечер ее бил Там У него алкогольное опьянение У него нож в руках был Тут, ага Все обстоятельства Против вас играют Мы переиграли уже все это Да? Кто знает Может они тоже заплатят И настоящие улики купят Тут же все ага В деньги упирается Да Стан У меня есть деньги Ты просто Сделай так Чтобы эту тварь посадили Я не хочу Чтобы дело закрыли Как самооборона Я хочу просто Наказать эту тварь Хорошо Понял Сделаем Что у вас С Асхатом Произошло В смысле Ну Он разве не звонил вам? Нет А он что Может позвонить? А чего ты взял Мой телефон? С неизвестного Номера звонили Ну это мошенники Ну типа там Мне тоже когда-то звонили Типа на тебя кредит Хотят оформить И так далее Получается это уже Твоя четвертая ходка Ну это считай С малолетки туда А в этот раз Разбой дыр был? Нет Как и тебя подставили А как подставили? Долгая история Ну смотри Нам обоими светят Примерно лет по восемь Так что Времени Чтоб выслушать У нас Не знаешь С чего начать В детстве Я рос Богатая семья У отца Прям После девяностых Нормально все было Бизнес Завод И так далее И был один мужик Которому отец Отстегивал Часть денег Потом ему стало мало Тот решил получать От него Пятьдесят процентов Прибыли Ни хрена себе Отец тоже так подумал И пошел в отказ Тот вылез его за город Заставил переписать имущество Потом убил его Я ему И что потом Телефон Ох Ё-моё Я же тебе сказал Аккурат не будь Не оставляй Не попал У него Кто звонит Да не важно И что дальше Алло Че там Ты готова Минут десять И буду готова Хорошо Давай Я уже приехал Быстрее только Че дальше Мы остались без отца Без денег Без ничего Тот Тот Урод даже имущество На своих родных Переписал Потом пошло Поехало Я уже работал Семи лет Маме помогал Будутки сдавал Потом связался Не с той компанией Решили двигаться По черной Воровством Грабежами Занимались Сбивали Потом первый срок Малолетка Колония Там я вот эти вот связи И авторитет Хапнул Поэтому я здесь Уверенно двигаюсь А вот ты говоришь Что тебя подставили Это получается Связано с отцом Да Я начал следить За этим мужиком Узнал где живет Во сколько дом появляется И в один день Я дождался Около дома Он сейчас не такой богатый Охраны нет Но при бабках Вот в один день Я его дождался Избил Хотел убить Не получилось Не успел Люди выбежали Пришлось убегать Как видишь Далеко не убежал А как тебя подставили Получается Тот мужик сказал Что Я у него украл Лука пяти миллионов Ну типа готовил Нападение Намного В принципе ему Не сложно было Это доказать У меня уже были Похожи Эпизоды И что теперь? Ничего Буду сидеть Я считаю Я сделал свое Отомстил за отца Эта мразь Еще несколько дней В реанимации лежал Операция На мно Ну Ты же поедем Можешь Нанять адвоката И доказать Свою невиновность А у меня нет бабок На этих адвокатов Мне легче отсидеть Тем более не впервой Понял Вот он Изначально Сталкивается с этим парнем Тут Между ними возникает конфликт Можно паузу? Вот это как раз Санжар Давайте дальше Тут они уже цепляются Потом этот парень Начинает разнимать их А это мой сын Вот он уже разнял Потом этого убитого Тоже успокоил Вот он уже ему Пожимает руки И уже здесь Он выводит своих друзей На улицу Скажите А запись самой драки У вас тоже есть? Ее нет Они подальше отошли А там уже Наши камеры не видят Ага Избол Могу я попросить вас Скинуть мне копию Этой записи? Да, конечно Без проблем Ага Спасибо Скажите Следователи к вам приходили? Да Приходили Но тогда не моя смена была Это правда Что они просили Эту запись уничтожить? Если честно Я не в курсе По-моему говорили Но в любом случае Вы не переживайте У нас копии сохраняются Избол Такой еще вопрос В случае необходимости Могу я официально Сослаться на то Что копию этой записи Я получил от вас Ну если По закону Мне за это ничего не будет То указывайте По закону Я вам гарантирую Вы сейчас Не совершаете Ничего предосудительного Вам за это Ничего плохого не будет Ну все тогда Тем более Вы от Жараса пришли Он наш хороший Общий знакомый друг Если это вам чем-то поможет То смело используйте Это мне очень поможет Спасибо вам огромное Кстати Копии готовы Можете До свидания Пожалуйста До свидания Сокен Надо встретиться Здесь очень хорошие новости Понял Хорошо Давай вечером Я предварительно позвоню Все До связи Все хорошо Все хорошо Все хорошо По делу? Меня же убрали с дела твоего сына. Дело о Хурманбаевой Баян ты же ведешь. А, так это ты теперь ее новый адвокат, да? А что мне там говорят, типа топовый адвокат будет? Я уже напрягаться начал. И правильно делаешь, что начал. Ты же там наверняка опять все по беспределу пустил. Слушай, ну ты ей уже ничего не поможешь. Ну кто знает? Амир, завязывай. Мы оба знаем, какой ты адвокат. Да, тебе повезло, ты снял меня с дела своего сына. Ну не берись ты за это дело. Не давай надежду этой девушке. Ей уже ни один адвокат не поможет, тем более такой, как ты. Ну давай я хоть нюансы посмотрю и правда понятно будет. Может не надо мне за это браться. Ну хорошо. На, изучай. Она же закрытая у тебя там сидит. Ну да. Повидаться с ней хочу. Ты хоть дело изучи. А смысл? Ты же там наверняка опять все неверно зафиксировал. Вот я сначала ее выслушаю, а потом за бумаги возьмусь. Вон она как. Угу. Ну давай. Я тебя даже сам лично к ней сопровожу. Ну давай. Макс, ответьте пожалуйста на мой вопрос. Только честно, хорошо? Несмотря какой вопрос. Да ладно, шучу. Что за вопрос? Мне же в тот раз позвонили. Это Асхат был? Нет. Макс, правду скажи. Просто он мне опять позвонил. И че? Че он сказал? Да ничего. Я как услышала его голос, сразу сбросила. Поэтому я хочу узнать, что ты ему сказал. Я сказал ему, что он больше не звонил тебе. А он че? Ты разозлился. И херню какую-то нес. Он получается знает, что мы вместе, да? Ну да. А че, ты не хотела, чтобы он об этом знал? Нет, конечно. Ты все правильно сделала. Я вообще не хочу, чтобы нас что-то связывало. Ну что ты это? При следующей встрече он выпит что-нибудь покрепче. Он может быть разговорчивым. Может, выпьем? Серьезно? Да. А че ты будешь? Вино, шампанское? Че-нибудь покрепче. Я просто хочу расслабиться с тобой. Ну, ладно. Официант! Здравствуйте, Бэя. Как ваши дела? Здравствуйте. Это ваш новый адвокат. Знакомьтесь. Здравствуйте. Ну, я пойду. Не буду вам мешать. Баян, меня зовут Амир. И, как сказал ваш следователь, я теперь буду защищать ваши права перед судом. Договор об оказании юридической помощи мы заключили вчера с вашим отцом. Теперь мне нужна от вас вся информация о вашем муже, о том, что произошло в тот день и вообще о вашей семейной жизни, о ваших с ним отношениях. Я понимаю, вы меня видите в пребыве в жизни, но вы можете мне доверять полностью, абсолютно, сто процентов. Говорите, пожалуйста. Вам рассказать, что было именно в тот день или с чего все началось? Давайте, с самого начала. Наши с ним отношения испортились в течение года после свадьбы. Так сложилось, что у нас не получалось зачать ребенка. Причиной этому была я. А причина точно была в вашем здоровье? Угу. Минутку. Продолжайте, пожалуйста. Как-то я пришла домой и увидела, что мой муж Эрген сидел и пил. Мне это не понравилось. Я просто спросила, зачем он это делает, на что он начал орать на меня без причин. И, естественно, я ему ответила. И просто хотела отобрать бутылку. Он встал, схватил меня за руку и ударил. Я очень испугалась. И неожиданно он снова ударил меня. И это было впервые, когда он поднял на меня руку. Ваш муж был мастером спорта по боксу. И он вас все это время избивал? Да. Почему вы не развелись? Я хотела, но он не давал развода. Угрожал, если я уйду, то он убьет меня и всех моих родных. И поверьте, он бы это сделал. У него точно все было нормально с психикой? Он сам по себе очень агрессивный человек. А если выпьет, то вообще неадекватен. Я не буду вас спрашивать, почему вы не вызывали полицию. Будем реалистами. Но почему вы родителям не рассказывали? У вас отец очень не последний человек. Изначально мой отец был против этих отношений. И поэтому я не хотела рассказывать ему о наших проблемах с ним. И в какое-то время мы даже не общались с отцом. Так, то есть на протяжении вашей семейной жизни несколько лет ваш муж вас систематически избивал. И вы были жертвой домашнего насилия. Да. Но три года назад у меня все-таки получилось вылечиться и забеременеть. И это, наверное, были самые лучшие дни нашей жизни с ним. Он нанял домработницу, перестал петь. Ухаживал за мной. И был очень добрый ко мне. Я была счастлива, как никогда в жизни в тот момент. И он был очень счастлив, что у нас будет малыш. Ну, это длилось всего пять месяцев. Почему? Потом мы узнали, что у нашего плода серьезные проблемы с развитием. И врачи посоветовали сделать нам аборт, так как мой малыш мог родиться с различными дефектами или вовсе умереть у меня в утробе. Узнав об этом, Еркен снова начал пить. Каждый день ссоры, упреки, обвинения в том, что во всем виновата я сама. Я просто просила выслушать меня, понять и поговорить, но он меня не слышал. Но в один день ссора переросла в избиение. Я думала, он убьет меня, но, к сожалению, в тот вечер он убил нашего малыша. У меня случился выкидыш, после которого я окончательно стала бесплодной. У вас же сохранились какие-то медицинские документы, подтверждающие всю эту историю. Да. Кроме этой документации, какие еще есть свидетельства того, что ваш муж вас систематически избил? Только домработница иногда видела это все. Больше нет. Извините. Так, значит, три года назад у вас произошел выкидыш на почве избиений. Извините. Да. Алло, Амир, ага? А что-то срочное? Да. Макс рассказал, кто убил того парня. Это были Санжар, Даньяр и Максат. Вы это записали? Да, записала. Прекрасно, спасибо. Вы скинете мне эту запись, а потом давайте мы с вами встретимся. Хорошо? Хорошо. Макс? Спасибо. КОНЕЦ